Всем привет! Это коробка-шоу, в котором звездные гости помогают выигрывать деньги обычным болельщикам. И сегодня у нас болельщики футбольного клуба ЦСКА Вова и Никита. Заходите, да, конечно, парни. Здорово, здорово. Ну, видно, болельщики ЦСКА, все, вопросов нет. Давно болеете? С пятилетнего возраста, получается, уже 25 лет я болею за ЦСКА. Подожди, а как так получилось? Ты же из Красноярска вообще. Я из Красноярска. Отец у меня болел за Спартак, видимо, в 5 лет уже было появляться индивидуальность свою. Смотри, есть болельщики Спартака или... Я стал болеть против отца, против Спартака. Это похвально, конечно. Так я полюбил ЦСКА. А ты? Ну, у меня как-то попроще было, потому что брат каким-то волшебным образом стал болеть за «Локомотив». И они в 2002 году играли «Золотой матч». И я болел против него за ЦСКА. Короче, вы оба у вас похожи на самом деле. Вопреки. Ну да, у меня с отцом немножко по-другому там. Он просто ушел от нас и все. Ну... Такая у нас сегодня передачка. Немного про отцов поговорим. Кого хотели бы видеть сегодня в помощниках? Может быть, Слуцкий? Нет. Пожалуйста. Ну, ладно. Футболистов каких? Да, любых профессионалов, любителей игры и своего дела. А любителей каких тогда звезд, комиков? Дениса Дорохова, конечно же. У тебя хорошее зрение. Ладно, не будем тянуть. Приглашаем людей, которые будут помогать сегодня парням. И первым я приглашаю обладателя звания лучший футболист среди игроков 2001 года рождения. Один из самых перспективных ноунеймов российского футбола. Игорь Школик. Привет, Игорь. Ну и точно мешать вам будет единственный директор футбольного клуба, которого иногда путают с маскотом. Денис Дорохов. Денис Дорохов. Привет. Привет, парни. Приветики, приветики. Всем привет, привет, привет. У меня сорван голос. Сорван голос. Да, я потому что болел за десятку. У нас была игра. Я не знаю, когда выйдет ваша передача. Так, наша передача тоже выйдет когда-то. Я всегда болел за десятку и поэтому сорвал голос. Поэтому все. Не, я хочу сказать, Валер, ты вот его назвал ноунеймом, да? Ну я по сценарию. Я понимаю. Я здесь для этого. Все. Я сейчас Игорь Школик. Вот. Все. Новая звезда на горизонте футбольном. А, ты будешь его раскручивать? Я его продюсирую, да. Единственный минус. Он вот представитель Школы Динамо. Это его единственный маленький минус. Вот. Было бы ЦСКА вообще. Идеально было бы, брат. ФК-10. Да. Ну ты болеешь за ФК-10? Все. Конечно. Уже перекрыло. Можно поаплодировать. Игорь. Это звезда футбола российского. Будущая звезда. Запоминайте его. А ты прям хочешь, Игорь, чтобы тебя раскручивал человек, который на камеру сделал чуть меньше Панина? Ну или, я не знаю опять же, когда мы будем выходить, может уже и чуть больше. Что у нас здесь офисов нет, что ли? Возле которых можно. Кстати, Дэн, вот ты говоришь раскручивать, а вообще-то у человека есть страница в Википедии, а у тебя нет. Понимаешь? У меня разве нет? Нет. Так, болельщики. Ну что? Не, возможно Игореха ее тоже сам создал. Но факт остается факт. У него страница есть. Так это после того, как он начал работать со мной. А, все сразу? Настолько быстро? Да, да, да. Все быстро. О, все, вижу. Работает. Реально работает. Опа. Опа. Дэн. Я круче зюбы. Как Зюбов. 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 И главное, вот как Зюба, все не делай. Все. Ты же известный болельщик Тоттенхэма. Самый известный болельщик Тоттенхэма в России. То было ради прикола. Ради прикола, на самом деле. Вот ЦСКА это уже не ради прикола. Я болею за ЦСКА. Ну буквально. Ты за этот год, ты говорил, что болеешь за «Спартак» сначала? Или за «Зенит» вообще? Нет. Нет? Когда ходили за «Спартак», ну за «Спартак». Стоп, да. Нет. Тихо. Тихо. Ты сейчас что-то наговоришь тут на камеру. Меня потом повесят. А, да. Вспомнил. Он сразу за ЦСКА. С детства был за ЦСКА. Я вспомнил сейчас. Участники представлены, звездные гости представлены. Мы готовы начинать и переходить к нашему основному действу. Поехали. Коробка. 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 Правила очень простые. Болельщики в течение пяти минут отвечают на вопросы, связанные с футболом. Если они ответили верно, удар исполняет профессионал. Если неверно, то любитель. Всего нужно исполнить пять футбольных элементов. Пенальти. Выход один на один. Удар слета. Попадание в перекладину. Штрафной через стенку. За каждый выполненный элемент болельщики получают пять тысяч рублей. Максимальный выигрыш в этом раунде 25 тысяч рублей. Все понятно? Да. Ну все. Мне осталось представить только людей, которые мне будут сегодня помогать. Это голкипер Гоша Кырнац. Гошан. Удачи. И... Кутуз. Кутузиньо. 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 Клубы из Саудовской Аравии на самом деле его хотели сначала купить. Потом подумали, что Мальком дешевле чуть-чуть будет. И решили его. Жаль. Все готовы, все представлены. Болельщики тоже на месте. Секундомер. Три, два, один. Поехали. Какое футбольное амплуа было у сэра Артура Конан Дойля? Не знаю. Нападающий. Вратарь. Дэн, ты. Дэн, пенальти от тебя. Давай-давай-давай-давай. Быстрее. Да, время идет. Да, сука! Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира по футболу на данный момент. Надо снять. Пиле? Нет, Мирослав Клоза. Дэн, по-прежнему ты. Пенальти? Кто был тренером Владикавказской Алании, когда она в 95-м году стала чемпионом России? Газаев. Да, Газаев, Газаев, все правильно. Игорек, выход один на один. Это Игорь Школьников и Игорь. Как победу празднует? Давай учись. Какого тренера Артем Дзюба назвал тренеришка? Эмири. Он на Эмири. Да, прости. Дэн. Эх! Главоватый получился. Лучше слегка. Сколько полных лет было Жано Ананидзе, когда он стал самым молодым футболистом, забившим гол в чемпионате России? Шестнадцать. Семнадцать, семнадцать. Дэн. Дэн, да. Вот здесь где-то мяч будет. Лови. Нормально. Какой российский футболист выступал за Эвертон? Беля Лединов. Беля Лединов. Да, да, да. Игорь. Это не Игорь Школьников. Это не Игорь Школьников. Самый дорогой трансфер в истории РПЛ? Малком. Малком. Нормально. Какой клуб выиграл Кубок России и прекратил свое существование? Тосно. Тосно. Опять Игорёх. Это Жора. Жора нормально стал. Автор самого быстрого гола на чемпионатах Европы. Кириченко. Да ладно, он все знает. Дмитрий Кириченко. Кириченко, да. Ничего, ничего. Игорь, все нормально. Бэхам тоже на пенальти подскажет. Да, да. Попробуйте неправильно ответить сейчас, ребята. Но как называется второй испанский дивизион? Сегунда. Да, да. Ну конечно, тут легкий вопрос. Они все сейчас... О, есть! Но у нас Жошина. Он стена. Конечно. Он стена. Ребят, попробуйте еще раз говорю. Сколько раз сборная США становилась чемпионами мира по футболу? Ни разу. Ни разу. Правильно. Давай, Игорь! 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 Есть! Перекладина. Перекладина. Кто автор наибольшего числа голов в чемпионатах России среди легионеров? Вагнеров. Азмон. Квинси. Да. Перекладина попасть. Эх! Нормально. В каком клубе начинал карьеру Златан Ибрагимович? Мальме. Мальме. Да. Барбара. Серьезно? Ого! Сколько команд принимает участие в английской премьер-лиге? 20. 20. Кто? Игорь, Игорь, Игорь. Игорь, Игорь. Игорь, Игорь. Игорь. Игорь, школе. Ну ничего, он пока не отрабатывал. Он научится. Из какого города футбольный клуб Аталанта? Бергамо. 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 Блин, чуть-чуть. Все, следующее точно будет уже. Да. Это он прям на ходу учится. Видите? Что в переводе означает слово Бьян Конери? Не знаем. Три, два, черно-белый. Черно-белый. Наконец-то. Блин. Жора, я по тебе ебошу. Ты привык, да, к кварталю? На перекладе нуля. За какой французский клуб выступал Сергей Семак? Пассажа. Пассажа. Есть, есть, есть. Быстрее, 20 секунд. 20 секунд. Кого обыграл ЦСКА в финале Кубка УЕФА? Спортинг. Спортинг. Давай, штрафничок. Штрафной. Есть! Нет. А надо попасть? Три секунды. Я не успеваю задать вопрос. Простите, пацаны. Не болеешь? Хорош, хорош. Ну, нам балански забрали. Нормально. 20 тысяч. Нормально. 20 тысяч. Мы выиграли. Это тоже неплохо. Нормально, да? 20 тысяч не деньги? Вы чего не рады? Мне вообще отлично. Отлично, да. Ты отлично отвечал, кстати. Мы сейчас как? Вы тоже большие молодцы. Игореша как? Уже лучше. Ну нет, я имею ввиду, все как бы, ну, вы запоминаете его просто пока, вот, снимай его. Так ты рядом не стой, лучше запомнил. С тобой сложно кого-то запоминать. В общем, вот с остальными, с остальными если сравнивать. Ну как вот сейчас? Очень хорошо. Очень хорошо. Потому что Игорь Школик. Да, Игорь Школик. 20 тысяч рублей, это отличный результат. Первый раунд 20 тысяч рублей, но это все равно меньше, чем зарабатывает мамочка в декрете, не выходя из дома. Ну я подыгрую. Ну да, а нахуя? Не надо, ладно. Ребятам подыгрывай. Нет, а ребятам подыграют. Игорь Школик. Давай. Опа. Давай. Сучара такая. Извини. 20 тысяч, но можете выиграть больше в два раза, если согласитесь на финальный раунд. Ну конечно. Мы согласны, да? Супер игра. Супер игра, это действительно супер игра. Если выигрывают, то получают 40 тысяч, если нет, то все, ничего не получают. Как поле чудес. Как поле чудес, да. Мы оттуда формат немного и взяли. Чуть-чуть переделали. Вот получилось вот это. Коробка, там барабан. Да, да. Финальный раунд. Его правила тоже простые. Вы все теперь одна команда. Вы наносите удары с лета по очереди. Вот прям пока не забьете восемь голов. Восемь. За минуту. За минуту. Причем время ограничено. Но вы уже согласились, отказаться нельзя. Поэтому мы переходим к финальному раунду. За минуту 20. Коробка, коробка, коробка. Ну и что, Гошан, как думаешь, забьют они тебе восемь? Никогда. Прям уверен? Можешь сдавить. А если ты так же уверенно делаешь прогнозы, как Гоша, то участвуй в проекте «Гол на миллион» от Минлайна. Участвуй, выигрывай миллион и другие классные подарки. Все подробности в закрепленном комментарии. Ссылки там. Ищи. Пацаны готовы? Да. Утус готов. Гоша готов. Секундомер готов. Три-два-один. Поехали. Есть. Сразу первый. Давай. Эх, блядь. Давай, давай. Плохо. Да суча, блядь. И продюсерский. Блядь. Хорош. Давай, давай. Гошан тоже молодец. Давай, давай. Пока один. Давай. Да суча. Игорь Школик. Давай, давай. Игорь Школик. Игорь Школик. Игорь Школик. Я на самом деле каждый раз волнуюсь. Более. Да, чуть-чуть. Сейчас спасай. Эй, блядь. Эх. Эх, ёпта. Перекладина не нужна уже. Давай. Эх, давай-давай. 15 секунд. Да сука! Не снимай, это вырежем! Есть, есть, еще! Давай! Сука, 6? Давай, давай! Все, все, к сожалению. Время вышло. Это все было. Кто в 9 попал? Сумасшедший просто. Ну что, к сожалению, не получилось. Не получилось. Выиграть в финальном, да. Но это не из-за Игоря. Задолбал. Он свои три забил. Опа! Уже фанаты! Фанаты уже есть! Молодец! 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 Сейчас это... Тебе 500 рублей, да? Да. Дора, я немного подсмотрел. Вам еще надо Игорю подпись придумать, потому что... Мы его, слушай, не в десятку сейчас подписали? Да. Не, мы в Енисееву, да? Нормально, можно попробовать в аренде, а там, если нормально, мы вам отдадим. Ну, что, вы расстроены? Да я не. Нет? Ну что теперь? Ну, кто-то конкретно, может, виноват или нормально. Да нет, ну, у них там тоже один есть. Ну, они понятно. Ну, мы с тобой вдвоем такие. Вы можете, да, дуэт со мной. В другом таланте. На корпоративах выступать вот с мячом. Но вы не расстраивайтесь, потому что Винлайн дарит утешительный приз. Это два билета, два вип-билета на любой матч РПЛ. Вы можете сходить. Супер, да? На ЦСКА спартак, наверное, да? На ЦСКА спартак, можете хоть на что. Дэн, может, пацанам хоть даже прокатиться на чем-то там сегодня приедет? А я не на моцике. Так а я и про машину, на ней комфортнее как-то. А, просто хотите прокатиться? Ну, я не знаю, хоть какой-то бонус пацанам. Ну, давайте мы полную, когда наберем, поедем. Давайте, когда наберем полную, поедем. А пока мы прощаемся. Это была коробка шоу, в котором звездные гости помогают обычным болельщикам. Иногда они помогают, ничего страшного, это жизнь. Смотрите футбол, меня зовут Валерий Равдин. Подожди! Игорь Школьник! Игорь Школьник! Игорь Школьник! Все, пока! Пока, Игорь Школьник здесь!